Хочу в первых строках поздравить всем с приближающимся праздником Лагбаомер, 33-й день отчета Омира, который считается днем смерти Раби Шимон Варьюхая. И когда проходит время, день смерти мудрецов, как вы знаете, в нашей традиции он воспринимается как такой возвышенный день, можно было бы сказать полупраздничный, может быть это не совсем верно, потому что человек мудрец уходит, человек правит на какой-то другой мир. И, конечно, тяжело и больно, но проходит время, и мы вспоминаем о том, что его душа, она помогает нам своими молитвами, предстоит пред престолом Всевышнего и, наверное, может быть еще действеннее, более действенной, чем она была в этом мире. То есть вот такова основа еврейской традиции, когда мы день смерти считаем таким несковозвышенным полупраздничным днем. Конечно, то, что происходит с Лагбаомер, с 33-м днем, когда сотни тысяч собираются на горе Мирон, подавляющее большинство из которых совершенно не знакомы ни с учением Раби Шимона Бар-Юхая, ни с тем, что он говорил в Талмуде, ни с тем, что он говорил в книге Зоор, то, конечно, ситуация очень такая печальная, на мой взгляд. Конечно, нужно стараться даже с детьми рассказать о мудреце, рассказать его значение и учение. И я думаю, что это, конечно, основное то, что характеризует этот праздник. Обычай зажигать костер, он возник довольно поздно, где-то в 13-м веке, тогда даже прыгали через костер, совершенно как бы напоминает языческий обычай. Сегодня, слава богу, через костер не прыгают, но вообще, конечно, все это далеко от такой здоровой, нормальной традиции иудаизма, такое стремление прийти к месту загранения, зажечь там костер и так далее. Вот если бы было время у нас, мы бы соотнеслись как бы с личностью Раби Шимона Бар-Юхая, и так, как его воспринимали в последующие поколения, но, дай бог, найдем как-то время и постараемся заняться этим. Но пока мы вернемся к нашей программе, и, как всегда, с молитвой постараемся продолжить нашу тему соотношения. Я бы сказал, сформулировал его так, по крайней мере, рабочая формулировка, соотношения текста Торы и закона Торы. Как выводится закон из текста Торы, и выводится ли он из текста Торы, или мы просто имеем традицию, какая строчка Торы каким образом читается, и параллельно к ней есть устная традиция, какой закон скрывается за этой строчкой Торы. «Я сегодня приготовил для вас материал, готовьтесь, он непростой, нам придется с вами работать». Вот первое, что я делаю, я постараюсь сделать «Share», и открыть первую страницу, которую я приготовил. И эта первая страница – это отрывок из «Видения к Талмуду», который написал Раф Штайнзельц, «Адин Штайнзельц, чтобы был здоров, дай Бог». Вот, и я когда-то переводил это в «Видение», много лет назад. Вот, и здесь нам интересуются некоторые моменты, которые мы с вами постараемся отметить. «Галахическое решение», как вы видите, заголовок, в случае, когда невозможно точно определить закон. В том случае, когда на основе текста Талмуда невозможно точно определить закон, при принятии галахического решения пользуются определенными правилами. Я бы не сказал, что это очень точная посылка, потому что, что значит в тех случаях, когда на основе текста Талмуда невозможно точно определить закон. Боюсь, что это подавляющее большинство случаев, которые есть в Талмуде. Точный закон определить из текста Талмуда практически невозможно в 99%. Вот, например, есть такое правило «с фейха де урайта ле хумра». Мы говорим, когда у нас есть какой-то закон, вытекающий непосредственно из истории, и мы не знаем, как к нему подойти, как установить точные его границы. Мы говорим, что с фейха де урайта, сомнение, которое возникает относительно закона, вытекающего из непосредственной истории, то, что называется де урайта. Урайта – это на арамейском писании. То мы говорим ле хумра в сторону устражения. Мы идем в сторону устражения. Очень хорошо. Какое-то одно правило у нас есть уже. Также мы говорим, что с фейха де урайта ле хумра, мы также говорим, что сомнение, возникающее относительно тех законов, которые установили мудрецы, мнение в непосредственной истории, а мудрецы, оно всегда решается в сторону послабления. Дальше мы с вами видим такое правило вывода приоритетного мнения. Это мой перевод. На иврите это звучит несколько более тяжело. Мудрецы Талмуда, смотрим, мудрецы Талмуда ввели целый ряд правил, устанавливающих мнение, кого истанает, следует отдать предпочтение. С амараями проще. Как мы говорили с вами, я напомню, что Танаим это мудрецы от Шимона Цадик, от Шимона Праведника, от Великого Собрания до Рабиуда Анаси, который записал Мишну или организовал запись Мишны. Это Танаи, это период Мишны. Дальше начинается эпоха Амараев и с амараями несколько проще, потому что с амараями мы идем по последнему мнению. А тут такой интересный момент, что Танаи, мы когда смотрим на то, кто жил раньше, кто жил прежде, то более раннему мы отдаем предпочтение. Это не значит, что это все 100%, но более раннему из Танаев мы отдаем предпочтение. А вот когда мы переходим к периоду Амараев, то мы более позднему отдаем предпочтение. Но неважно, у меня дальше для вас сюрпризы. Это только у нас как бы введение, такой подход к делу. Вот и значит, мы так говорим, да, здесь так сказано в Рабштаде. Самодорецы Талмуду ввели целый ряд правил, устанавливающих по мнению, кому исследует мнение, какого и Станаев следует отдать предпочтение при определении галактического решения. Однако даже они не пришли к единому мнению, следует ли считать выработанные принципы абсолютными, или ими следует пользоваться только как ориентируемый. Здесь все перепутано, смешано в одно, значит, дело в том, что существуют принципы вывода, принципы вывода Галахи из Торы. Ими пользуются Танай и Амараи. А наша задача сегодня посмотреть, являются ли эти принципы абсолютными, или они даны нам только как ориентиры для того, чтобы понять, какой закон куда привязан, и поставить какие-то границы этого закона. Но абсолютным выводом, математическим, логическим мы назвать это не можем. Это наша задача, наш вопрос, наша задача. То есть, еще раз, выводится ли, есть ли правила вывода непосредственно из Торы, которые мы видим в Талмуде, работают ли они как абсолютные принципы, или только как ориентиры. Вот, теперь, значит, согласно одному из наиболее ранних правил, предпочтение всегда отдается мнению школы Гелеля, а не мнению школы Шамая. О значении этого принципа свидетельствует следующее положение. Высказывания школы Шамая в сравнении с высказаниями школы Гелеля не имеют статуса авторитетной мишны, то есть не имеют высказания, по которому пойдет Галаха, закон. Это правило применяется практически по семью, за исключением тех случаев, когда сами мудрецы школы Гелеля признают правильность решения школы Шамая. То есть, бывает указано, что Галаха идет по Шамаю, есть известный мишнавод в трактате Шабат, который здесь указан, где есть 18 случаев, которые идут по школе Шамая, есть и другие случаи. И так мы видим с вами, обращаем внимание, что у нас есть просто заявление. Не то, что мы рассматриваем Шамай сказал так, а Гелель сказал так, и вот нам логика Шамая, допустим, она более цельная, а в логике Гелеля мы видим какой-то недостаток, поэтому мы пойдем по школе Шамая. Нет, в том, где есть спор, он кончается как бы на равных, был бы это футбольный матч, был бы судья, он бы присудил ничью, а наша задача выбрать закон. И тут мы говорим, что мы просто выбираем одну из школ, просто выбираем одно из мнений, и у нас есть правило, когда мы пришли к концу спора, который, как правило, не бывает исключение, но как правило, ничем не кончилось. У нас есть правило, почему мнением мы идем. Ну вот, теперь, значит, нам Рафштайнзенц нам напоминает некоторые еще из этих правил. Он говорит, одно из правил это по Елелю, а не по Шамаю. Мы понимаем, что бывают исключения, не будем это все время упоминать. Другое правило. Галаха соответствует мнению Раби Яшуа в случае спора между ним и Раби Лезом. Есть мнение, и есть мнение, есть столкновение мудрецов, да, и опять же пришли к концу Галаха по Раби Яшуа. Почему? Где учебность логикой Раби Леза? Немножко мы постараемся с вами как-то посмотреть, в чем причина все-таки. А вот почему по Раби Яшуа, а не по Раби Лезу? Но пока нам важно, что есть железные правила и нету логики установления Галахи и железные правила. Галаха соответствует мнению Раби Акибы в случае спора между ним и любым из мудрецов его поколения. То же правило. Галаха соответствует мнению Раби Шимона Бен Гемлиэль за исключением трех случаев. Галаха соответствует мнению Раби Иосиф в случае спора между ним и любым из мудрецов. Галаха соответствует мнению Раби Иуды в случае спора между ним и Раби Шимоном, и Раби Миром. Мы видим, это ученики Раби Акива, они современники, они очень часто сталкиваются друг с другом, их мнения сталкиваются друг с другом. Если у нас будут все силы и время, мы еще проведем иллюстрации и, может быть, попытаемся с вами понять все-таки, почему существуют такие правила, почему именно Раби Иуда, а не Раби Шимон. А может быть, Раби Шимон был более сильным мудрецом, а может быть, Раби Мейер имел какие-то основания на то, чтобы была хавла по нему. Почему все-таки по Раби Иуде? Постараемся это посмотреть. Значит, дальше, дальше, дальше. Что мы с вами берем дальше? У меня есть, я вижу, еще одна страница для вас. Посмотрим, что у нас здесь. Продолжим. Нет, это та же страница. Та же страница. И поэтому мы здесь. Дальше. Теперь мы возьмем с вами Агаду, которая, может быть, нам немножко объяснит, что происходит в споре мудрецов и по кому идет конкретно Галахаб. И почему это так? Мы возьмем с вами Агаду из Бавмиции, из трактата Бавмиции, «Средние ворота», я напоминаю, входит в трактат в Седер, в раздел Незеким, про повреждения. И наша задача не только разобрать эту Агаду, а наша задача понять, понять, как бы, что происходит в Тармуде, как он устроен и что нам, в сущности, с вами передали. И вот Агада, может быть, ее многие знают, а мы попытаемся посмотреть на нее с такой, скажем, с глубокой стороны. Это два мудреца, которые жили еще при храме, и после разрушения храма они одни из основных столпов, если так можно сказать, в школе явные. Они ученики Рамбан Юканан бен Закая. Именно они выносят его по Талмуд Бавли, по трактату Гетин. Именно они его выносят из города для того, чтобы он встретился с Каспесианом. Это Раббе Леезер, Бен Урканус, Раббе Ашуа, Бен Хананя. И еще были другие мудрецы, которые разбирали вопрос о глиняной печи, которую для переноса на другое место распилили так, что образовались круги. Потом их сложили снова, насыпав между ними песок, чтобы дым не выходил из прорези. Вот если мы представим себе печь, которая была на улице, и она использовалась, возможно, для приготовления паскальной жертвы, она была сделана из глины, решили перенести ее в другое место. Не получается целиком, тяжело, распилили на части, перенесли частями, поставили эти круги один на другой, и между ними насыпали песок, чтобы сгладить неровности, образовавшиеся при разделении этой печи. И вот теперь у мудрецов относительно такой печи, относительно такого явления, переноса печи, который, наверное, был довольно распространенным, возьми к спору. Раббель Езер утверждал, что поскольку эта печь не является целым предметом, тут, естественно, что это не текст Алмунда, тут есть мои пояснения сразу, но мне кажется, это удобнее. Раббель Езер утверждал, что поскольку эта печь не является целым предметом, она не принимает ритуальную нечистоту. То есть правило такое, что все разбитое, продырявленное, разбитое на отдельные куски, а потом как-то эти куски приставили друг к другу, но толком их не скрепили, все подобное просто, как бы, в принципе, не принимает ритуальной нечистоты. Нет, цельная не принимает ритуальную нечистоту. А мудрецы, рассматривая ее как нечто цельное, наставили на том, что такая печь может быть ритуально нечистой. И вот если мы представляем себе с вами эту печь, то еще раз. Окей, 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 что такое, почему-то опять не хочет поднимать. Мы сейчас с этим справимся, надеюсь. Вот, да. Вот если мы представляем себе эту печь, то мы понимаем, да, что можно долго спорить о том, является ли она цельным предметом, или она не является цельным предметом. Все зависит от того, как посмотреть. С точки зрения такой абсолюта, как бы, да, взгляда такого, скажем, с точки зрения идеального мира, понятно, что она не является цельным. Это предмет развития. А с точки зрения человека, его использования этого предмета, этот предмет является цельным. Им пользуются как цельным. Ну, и что, что там насыплен песок, как она была пригодна для изготовления, для приготовления пасхальной жертвы, так она и сейчас пригодна, цельная. И вот теперь есть два взгляда на вещи. Что мы будем с этим делать? Мудрецы разошлись. Раби Лезон настаивал на своем. И для того, чтобы доказать свою правоту, они говорили о том, что эта печь принимает ритуальную нечистоту. Что она может быть ритуально нечистой, поскольку она является цельным предметом. Проблему мы понимаем. Теперь Раби Лезон настаивал на своем. И для того, чтобы доказать свою правоту, сотворил чудеса на глазах у всех. Вода в арыке потекла в обратном направлении, потом перепрыгнуло дерево с места на место. А потом стены дома, учения наклонились и были готовы упасть. А вот мудрецы, ну и все, это мудрецы видели, они настаивали на своем. Неважно, были ли эти чудеса действительно произошли, или это некоторый образ, совершенно неважно. Важна та картина, которую рисуют мудрецы в этой годе. Тогда и мудрецы настаивали на своем. Раби Лезон делает чудеса. Вода поворачивается, дерево перепрыгивает с места на место. Стены наклоняются. А всем как бы все, все ничего, все ни по чем. Тогда услышали все голос Всевышнего. То, что называется Бат-Коль. Мы знаем, что пророчество пропало, но великие мудрецы, особенно когда они собирались в собрании, то было такое явление, несколько непонятное, которое называется эхо-пророчество. Вот такое эхо-пророчество, отдаленное, они услышали. И они услышали, что вы хотите от Раби Лезера. Ведь закон во всех случаях соответствует его мнению. Сказал им сам Всевышний. Не было у них никаких сомнений в том, что это пророчество истинное, или обголозок пророчества истинное. Тогда встал Раби Ашула и сказал, Тора не на небесах. Встал на ноги из-за уважения к Бат-Коле, из-за уважения к Эпу пророчеству и сказал, но Бешамай и она, Тора, не на небесах. Что здесь имеется в виду? Есть взгляд с точки зрения абсолютных каких-то структур, есть взгляд человеческий с точки зрения такой простой, жизненный. Раби Лезер смотрит с точки зрения абсолютного, он смотрит глазами небес, и он говорит, если измерять абсолютными мерками или меркой абсолюта, то эта вещь разбитая. Раби Ашула говорит, нет, мы по-человечески, поскольку человек может ей пользоваться, мы будем считать ее цельным. И Раби Лезер, он, конечно, смотрит глазами Всевышнего, смотрит сверху, глазами небес. Раби Ашула человеческими глазами. И поэтому там он дает такую картину, что как бы Всевышний соглашается с Раби Лезером. А Раби Ашула говорит, мы даже на голос Всевышнего не обращаем внимания. Дальше рассказывается, через какое-то время небеса открыли Раби Акибе, что происходило в тот день в духовных мирах. Покачал Всевышний головой в знак одобрения и сказал, победили меня мои дети. Здесь мы видим с вами, на самом деле, не просто рассказ, интересный рассказ про великих мудрецов, а мы видим тот принцип, который нам объяснила Гемара. На вещи можно смотреть двояко, можно смотреть с точки зрения небеса, с точки зрения земли, можно видеть как бы глазами Всевышнего, а можно видеть и глазами человека. Предпочтение отдается тому взгляду на вещи, который идет со стороны человека. И принцип, который утвердил Раби Ашула, который он декларировал, он является почти всеобъемлющим правилом для Гемара. Не на небесах она, Тора. В том смысле, что Тора, как мы с вами говорили, допускает несколько решений практически в одном вопросе. Два решения, скажем, возьму. И всегда выбирается тот взгляд на вещи, который ближе к человеку. Здесь я хочу спросить, все ли понятно. А дальше у нас с вами тоже очень трудная задача. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, что-то недопонятое, то мы постараемся с вами разобрать. Я вот сейчас постараюсь остановить ШИР. Так. Чтобы мы друг друга видели. Но я уже жду ваши вопросы. Пожалуйста. Если все ясно, пойдем дальше. Ок. Хорошо. Пошли дальше. Дальше у нас с вами пример вывода Галахи, который, можно сказать заранее, заканчивается декларацией, что, в общем-то, ничего мы не выводим, а пользуемся знаниями, которые мы получили у мудрецов, у своих учителей. Так говорят мудрецы. Попробуем с вами рассмотреть один еще кусок из гемары. Я вас не буду постоянно мучить изучением Таунда. Не пугайтесь. Мы пойдем дальше. Но очень важно понять, очень важно понять принцип, на мой взгляд, что устная Тора, она движется параллельно с письменной Торой, и между ними нету такой связи, похожей на какую-то неразрывную нить, веревочку, когда можно утверждать, что из писанной Торы можно вывести закон. Есть определенная система мудрецов, которые построили ее, которые показывают границы закона, которые показывают, допустим, ничего не может быть. Но однозначно человек может утверждать, что закон таков, только если он получил эту информацию от своих учителей. Вот это заранее. А сейчас мы посмотрим, как это здесь видится в Талмуде, и для этого мы попробуем с вами открыть Дракта Псахим. Я напоминаю, что мы начали с того, что определение Галахи, то есть вывода талмудического, оно делается таким образом. Посмотрим, чье это высказывание. Посмотрим, кто представил эту логическую цепочку. Грубо говоря, не будем анализировать эту логическую цепочку, а посмотрим, по нему ли идет Галаха. Он ли соответствует тому мудрецу, который в наших правилах всегда определяет закон. Вот это логика, логика, которая есть в Талмуде. Мне кажется, что это очень важно понимать, но без лишних слов давайте мы с вами откроем, откроем, откроем сначала Мишну. Да, или, да. Ну, давайте. Вот у нас есть Мишна с вами. Мишна из трактата Псахим. Здесь поднимается, уже в Мишне поднимается вопрос, вот такая ситуация. Суббота считается самым святым днем, и понятно, что есть агент, так. Вот, да, наконец-то мы получили с вами то, что нужно. Можно только убери вот эти значки, потому что они дико мешают. Это справа. Мишна говорит нам о том, что суббота – самый святой день, и естественно, что никакие работы в этот день не могут делаться, однако есть целый ряд исключений, и, скажем, обрезание производится в субботу, и здесь, когда есть работа в храме, служение в храме, оказывается служение в храме, оно производится постоянно, без перерыва на субботу. И вот Мишна говорит, вот что можно делать в субботу при совершении жертвоприношения Псах. Режут его, моют его, омывают его кровь, кровь уплескивают на жертвенник, вычищают его в мутрости, воскуряют его, воскуряют его внутреннее сало на жертвенник. Однако в субботу не жарят его внутренности, речь идет о том случае, когда у нас приносит принесение жертвы, попадает, когда 14 число месяца Ниссана выпадает на субботу, и вот со второй половины 14 числа начинает приносить жертву прямо в субботу, однако некоторые работы, например, поджаривание жертвы, оставляют на тот момент, когда суббота кончается. Жертва должна быть принесена 14 числа, когда 14 число еще не закончилось, ее приносят. А поджаривание жертвы уже производит на исходе субботы, и 15 числа месяца Ниссана едят эту жертву. То есть мы понимаем, что те работы, которые можно оставить на после субботы, оставляют их на после субботы. Но это не самое главное, и незакон нас сам по себе интересует, а интересует нас вот, что мы смотрим с вами дальнейшее, смотрим Гемару, и мы говорим так с вами. Учили, это просто перевод, я перевел для вас кусок из Гемары Псахин, рассказывающий о проблемах жертвоприношения Песоха, жертвы Песоха, и одна из этих проблем – это принесение жертв Песоха в субботу. Учили мудрецы. Так рассказывают наши мудрецы. Эта колоха скрылась от Бнейптеера. Бнейптеера – это мудрецы, которые были в период Гордуса, Ирода, до того, как стал главой Санедрина Илель. Они не были самыми великими мудрецами, а были теми, кто был наиболее удобен для Гордуса. И поэтому ничего странного, что от них какие-то детали закона, от них скрылись. Вот что произошло. Однажды, 14-го числа, они сами пришлось на субботу. Забыли и не знали, отодвигает ли Песох в субботу. То есть они не знали, можно ли принести пасхальную жертву 14-го числа, в случае, если 14-е число – это суббота. Можно или нет. Сказали им, есть ли человек, который знает, отодвигает ли Песох в субботу или нет. Сказали им, есть один человек, который пришел из Бабеля и зовут его Илеля Бабли. Мы помним, что Илеля, он изначально родился в Бабеле, и он дважды приходил из Бабеля. Один раз приходил для того, чтобы учиться у великих учителей Шмая и Автолеона, а второй раз он пришел в Израиль для того, чтобы уже жить в Израиле. И вот тут его нашли и привели в Сангедрин. И он находился с двумя великими людьми поколения Шмая и Автолеона. Про него известно, что он был учеником Шмая и Автолеона. Речь идет где-то в 40-м, 39-м годе до этой эры. И он знает, отодвигает ли Песох в субботу или нет. Послали и привели его, сказали ему, знаешь ли ты, отталкивает ли Песох в субботу или нет. Сказал им, а разве только одна жертва Песох, которая отодвигает в субботу, есть у нас в каждом году. Ведь больше 200 жертв, подобных Песоху, есть у нас в каждом году, которые отодвигают в субботу. Он имел в виду, что в субботу, и все это знают, приносится постоянная жертва. Постоянная жертва, она складывается из двух жертв. Одну приносят утром, сразу после появления первого луча солнца, а вторую приносят ближе к вечеру перед заходом. Это считается одна жертва. И на ней строится все жертвоприношение в храме. И нельзя эту жертву не принести, потому что считается, что если не принесли жертву утром или вечером, то считается, что жертвоприношение было прервано. Это сама в себе большая трагедия. Так вот он говорит, у нас есть 50 суббот. Каждую субботу приносится одна жертва, а умножьте ее на два барана, так у нас получается 100. А у нас еще есть в субботу дополнительные жертвы, а у нас еще есть праздничные жертвы, которые никто не отменял. И получается, что у нас есть около 200 жертв, подобных жертв и Песаха. О чем вы спрашиваете тогда? Спросили его, откуда ты взял это? То есть как все-таки доказать? Ты говоришь нам из общих соображений, что есть жертвы, которые приносятся в субботу. У них, естественно сказано, но у них есть много отличий. Жертва пасхальная, она, конечно, похожа на общественную жертву, она все-таки индивидуальная, ее приносит каждый человек. А ты нам рассказываешь про жертвы, которые приносят в храме от всего народа. Может быть, есть какая-то разница? Поэтому все-таки объясни нам, откуда ты взял, что пасхальная жертва, она отодвигает субботу, так же, как субботу отодвигает постоянная жертва, приносимая в храме. Сказано, Гелель как бы отвечает, сказано срок о Песах, да, слово «моет» говорится о Песах, и сказано срок о жертве Томи. Я выписал для вас эти цитаты, где проявляются эти слова, но чтобы не запутаться, мы все-таки не будем к ним обращаться, а поверим Гелелю, что два одинаковые слова встречаются. Одно в законе о пасхальной жертве, «моет», срок говорится, когда рассказывают о пасхальной жертве, да, и такое же слово говорится, когда рассказывают о постоянной жертве Томид. Да, вот. И дальше Гелель рассуждает, что мы знаем о срок для Томид. Вот есть у нас постоянная жертва, о ней говорится срок. Что мы знаем? Постоянная жертва отодвигает субботу. Так и срок, слово «срок» в законе о Песах указывает на то, что Песах отодвигает субботу. То есть, если у меня есть два закона, и в каждом из них использовано одинаковое слово, я могу утверждать, что то, что относится к первому закону, относится и ко второму закону. В нашем случае, то, что относится к закону о постоянной жертве, она отодвигает субботу. Относится и к закону жертвы Песах. Она тоже отодвигает субботу. Такое правило в Томиде называется «гзира шава» – одинаковое как бы построение. Построения здесь нету, одинаковые слова. Одно или несколько слов считается, что они указывают на одинаковость закона. Вот это правило комментирования Торы. Нашли одинаковые слова. Говорим, что законы подобны друг другу. Посмотрим, работает ли это правило абсолютно. И вообще ли оно работает. Пока Илель привел вот такой момент, что Томид, сказано, моет, постоянные жертвы сказаны, моет, и Песах сказано, моет. Все значит, что относится к Томид, отталкивается в воду, относится к Песах, отталкивается в воду. Доказал вроде бы дальше. Неожиданный момент еще. И еще он говорит. Если он сказал, доказал еще. Почему еще? И еще. Этот оказывается по принципу, если для легкого, то тем более для тяжелого. А есть известный принцип, где Мария Кальвихомер. Мы берем закон, для которого не предполагается тяжелое наказание. И мы видим, мы берем закон, для которого, да, предполагается тяжелое наказание. И тогда мы говорим, что если это справедливо для закона легкого, то это должно быть справедливо и для закона тяжелого. Ограничение, которое справедливо для закона легкого, должно быть справедливо и для ограничения. Это ограничение должно быть справедливо для закона тяжелого. Взывается от легкого к тяжелому, к альбе-хоге. И дальше мы говорим, если для Тамид справедливо то, что эта жертва отодвигается в Урту, а ее непринесение не наказывается Карет, не принесли жертву Тамид, никто не виноват. Плохо, очень, но никто не виноват. А есть такое наказание Карет, отсечение души. Оно для Песоха действует, поэтому мы можем сказать так. Значит, если жертва Тамид, ее закон не является тяжелым, не влечет за собой тяжелого наказания, его несоблюдение, то Песох, и она отталкивает субботу, что эта жертва, это Песох, который, да, действительно, мы видим, является тяжелым законом, влечет за собой не исполнение этого закона, тяжелое наказание, то тем более, конечно, закон более тяжелый, он должен отталкиваться субботу. Тут же усадили его, и лели, и назначили князем над ними. И весь день он комментировал законы Песоха. Начал он упрекать их, да, в какой-то момент он начал упрекать Бентера и сказал, что стало причиной того, что я поднялся из Бавеля и стал князем над вами. Ваша ленность, вы не служили двум великим людям, поколения Шамаю и Автолеону. Спросили его, раби, если забыл и не принес нож накануне субботы, как быть? Вот человек забыл, и он не принес нож для того, чтобы оставить в храме, где-то положить его в пределах двора храма. Что же он будет теперь делать? Вот в субботу нельзя переносить нож, да, так бы он зарезал свою жертву и пошел, пошел, пошел как бы, сделал необходимое, пошел бы с ней, и после субботы ее зажарил, а так он остался без ножа. Как ему быть? Эту Галаху слышал, но забыл. Признался Елель, что он забыл эту Галаху. Но, говорит, очень интересное тоже правило, оставьте их Израильным, не придирайтесь сыновьян Израиля. Если они не пророки, то дети пророков. Назавтра увидели, у кого жертва ягненок, впихивает он нож ему в шерсть, а у кого жертва козленок, укрепляет его между рогов. И он не несет нож, а животное несет этот нож, и он остался как бы чист перед законом, пришел в субботу со своим животным в храм, и нож у него есть там в храме, и зарезал он это животное. Увидел он, как делают, и вспомнил Галаху. Так я получил вот шмайя автолиона. Все-таки даже не вот этот распространенный обычай, а то, что он вспомнил, стало причиной восстановления Галахи. Да? Вот. И боюсь вас утомить. Дальнейшее рассмотрение, говорит, выясняет, почему Елель привел два обоснования. Одно одинаковое слово в двух законах, Песох и Томит, а другое обоснование он начал объяснять от легкого к тяжелому. Если этот закон легкий, если закон относительно жертвы Томит легкий, а жертва Томит отталкивается, вот он за закон относительно Песоха более тяжелый, жертва Песоха должна отталкиваться. Зачем он это сделал? Вот. И вывод такой. Вывод такой. Его вывод такой, что как он говорит. Сейчас посмотрим. Если говорить о доказательстве по принципу одинаковая форма, то есть одинаковые слова, то вы не получили его у своих учителей. И вот это тот момент, который нам важен. Все выводы относительно одинаковых слов, они работают только в том случае, если я получил это у своего учителя, у которого я учился много лет. А если я не получил это, я не могу сделать такой вывод самостоятельно. Это не математическая задача, это не работает, потому что можно привести тысячу возражений. И тысячу моментов я мог не учесть. И одинаковые слова – это еще. И потом, на что конкретно указывают эти одинаковые слова? Я не знаю. Может быть, оно указывает на то, что давайте скажем так, что Песох должен быть животным до года. И поэтому одинаковые слова с законом постоянной жертвы указывают на то, что и в постоянной жертве, и для постоянной жертвы должно использоваться животное до года. Почему не так? Здесь до года и там до года. На что указывает это одинаковое слово? Не знаю. Могу придумать тысячу вариантов. Единственное, что мне это одинаковое слово указывает на то, что между законами есть связь. Они в чем-то подобны друг другу. А чем конкретно они подобны, я могу получить только у своих учителей. И Рилель не счел себя вправе навязывать другим, что вот примите у меня, что есть одинаковые слова, поэтому эти законы одинаковы в том смысле, что постоянные жертвы отталкивают субботу, и Песок даже отталкивает субботу. Поэтому он привел доказательства по принципу от легкого к тяжелому, которые опровергли. Сказали ему, твое доказательство по принципу от легкого к более тяжелому можно разломать. И привели ему возражение, и доказали, почему его доказательства от легкого к тяжелому не проходят. Тогда он им сказал, а есть одинаковые слова. Но как быть? Можете только поверить мне, потому что я получил это у своих учителей. Это та точка, которая нам необходима. Необходима. Очень бы хотелось ее нам с вами понять. Я мог бы вам это как бы изложить простыми словами, но хотелось бы на примере понять с вами, что существуют системы вывода Галахи. Можем посмотреть с вами, что-то представить себе. Я подумаю, как стоит ли нам на этом останавливаться, или все-таки пойти дальше в развитии всех наших тем. Но то, что нам важно, существует 32 правила выведения Галахи, Раби и Шмаэля. Существует некоторая другая система выведения законов Торы, Раби и Акиба. Ничего не работает, ничем нельзя пользоваться, если ты не получил от учителей. Изучение Талмуда для нас становится повторением слов мудрецов. И, скажем, да, есть логические рассуждения. Мудрецы спорят друг с другом. Один другого опровергает. Чаще всего они не сходятся во мнениях. Спор заканчивается, как говорят, тейку, ничью, да, какое правило вывода Галахи, мы знаем, кто прав. Почему прав? Мы уже с вами понимаем. Его мнение, его прочтение, не потому, что он доказал лучше, не потому, что его доказательство более безупречно, а потому, что мы знаем, да, что он владеет устной Торой, он знает, каков закон, он знает, как бы, как этот закон или где он, этот закон, закон крепится к тексту Торы, как бы, да, и вот его прочтение, оно идет с точки зрения более простой, более, так сказать, приземленной, что даже не так плохо, стороны, и мы идем, по его мнению, это, скажем, такой простой секрет Талмуда, который, к сожалению, многие себе не представляют. Многие занимаются выводом, то есть, повторяют слова мудрецов, и все, они почему-то полагают, почему-то, что мудрецы вывели закон непосредственно из тексту Торы. Все эти выводы, которые даются нам, они помогают увидеть связь между законами, они помогают определить границы применения закона, но не являются логическим выводом из текста Торы. Текст Торы идет, как бы, его, если оторваться, как бы, от всего, что мы говорили, представить себе, вот перед нами текст Торы, мы знаем, что его можно прочитать, как любое произведение, его можно прочитать как угодно, придать любой смысл слова, увидеть любые связи. Это то, что можно сделать с любым текстом, в том числе и с текстом Торы. Для того, чтобы был закон, так сказать, есть устная Тора, которая дает закон, которая утверждает, что текст Торы читается именно таким образом, которая устанавливает связь между одним законом и другим законом фактически авторитарным образом. При этом мы понимаем, что есть варианты прочтения, можно посмотреть так, и можно посмотреть так. Говорят, что есть 70 лиц у Торы, не знаю, можно ли насчитать 70 лиц у Торы, но, скажем, несколько лиц можно реально насчитать. Устная Тора нам говорит, каких лиц нет у Торы. То есть у Торы есть не только лицо, у нее есть и обратная сторона, то есть недопустимое прочтение. Устная Тора нам показывает, какие прочтения допустимы и ставит границы и отбрасывает то, что недопустимо, то, что не проходит, то, что не является допустимым прочтением Торы. И еще раз напоминаю, что Галаха выводится таким образом, что мы берем одно из мнений мудрецов, не анализируя совершенно его доказательства, является более логичным, более правильным. Он так ответил своему оппоненту, не так ответил своему оппоненту. Мы знаем, что по нему идет Галаха. Принципы вывода Галахи, они указаны в нескольких местах. Есть такая работа Шмуэля Нагит и испанского мудреца, есть предисловие Рамбама, Маймонида, к его введению в Мишне. Там мы можем найти с вами правила, как выводится Галаха. Точка здесь как бы или пауза, жду ваших вопросов. Снимаю здесь Шерер, делаю стоп, Шерер, иду, жду ваших вопросов. Пожалуйста. Авторитет мудреца получается. Не его логика, а именно авторитет. Передача традиции из поколения в поколение непосредственно от Маше это то, что от Маше это естественно показывается как это как это где этот закон привязывается к Торе, как это предложение Торе должно читаться с точки зрения этого закона, то есть не совсем висит в воздухе, привязан к тексту Торе, но основа это передача от Маше, от горы Синаи, от Маше, передача Торы через, если хотите сказать, через авторитетов. По крайней мере, таким образом до эпохи Талмуда и запись Талмуда она как бы основывается на этом принципе передачи Торы из поколения в поколение и показать как этот закон крепится где и как этот закон крепится к Торе, но не нужно думать, что это неопровержимое логическое доказательство. То есть, в принципе, она сегодня годится для дополнительных пояснений, для дополнительных расшифровок и так далее? В каком плане дополнительных значит, скажем, если мы в каком плане для дополнительных пояснений? допустим, Бнейнох это же эпизод в Торе Бнейнох сейчас это развивается и так далее и так далее то есть, как бы Тора дана всему человечеству через завес Ноох и так далее. То есть, она сейчас как бы развивается это направление так сказать? Семь законов Нооха. К примеру. Семь законов Нооха и другие моменты это это может быть это может быть отдельный разговор. То, что я попытался сегодня объяснить, это относится к передаче устной традиции из поколения в поколение и мы с вами как бы с этого момента начали. Есть устная традиция, закон запрещалось записывать и его передавали от Маше передавали устно через поколение пришли к Рави и Удар на Си записали короткие высказания мудрецов потом в следующем поколении начали восстанавливать логику записанные Мишны и здесь мы видим что мудрецы доказывают какие-то моменты все это лежит перед нами то что я пытался объяснить что у нас есть традиция которая передается и все остальное то же самое Мишна и то же самое Талмуд это только помощь помощь для того чтобы помощь для того чтобы сориентироваться в этих законах но нигде нету непосредственно логического стопроцентного доказательства как закон вытекает из Торы это то что я хотел объяснить сегодня если мы начнем говорить о законах законах ноаха как они выводятся из истории мы придем к тому же самому придем к тому же самому за 7 законов ноаха описываются в Талмуде в частности в трактате Сангетрин мы можем взять и посмотреть эти законы ноаха и скажем есть какие-то соотношения с ними еще в Талмуде можем посмотреть мы придем к тому же самому есть традиция как этот отрывок Торы должен читаться можем поспорить вы читаете так я читаю так я имею ввиду мудрецов можем поспорить в этом споре выяснится грани закона какие-то но это не логическое стопроцентное доказательство письменное Тора существует как письменное Тора и устное Тора существует с ней параллельно мы перед логовером который ввел в обиход Аризаль он опирался на какие-то искры этого праздника или нет в самой Торе наверняка нет нет значит тут нужно понимать такую вещь есть закон Торы есть закон мудрецов и есть традиция лагба омер это традиция которая возникла и возникла довольно довольно поздно несколько еще до Аризали но скажем можно действительно считать что скажем Аризали утвердил это обычай обычай скажем день памяти мудреца понятно что это что это обычай никоим образом он не может быть сказан ни с головкой ни вытекающий из Торы ни вытекающий от мудрецов вот здесь есть три пласта есть три пласта можем опять же дальше об этом говорить да есть закон Торы и закон мудрецов ограждения как бы да есть обычай обычай тоже важная вещь очень они намного указывают они очень интересны сами по себе но они не являются законом Торы вот окей что ты можно тогда сказать что те споры которые существуют но они все время существовали все равно споры они все касаются только обычаев получается то есть споров по поводу закона мудрецов закона Торы как бы сейчас нету если все четко определено каким образом каким путем следует калахат то все скоро касаются только обычаев о том что происходит сейчас нужно говорить отдельно мы с вами как бы добрались до добрались до Талмуда и надеюсь разбили такой миф что вроде бы закон можно вывести из текста Торы если на секунду задуматься то понятно что вывести из написанного текста закон невозможно текст невозможно прочитать однозначно доказать ничего невозможно как бы шутку говоря советская власть это доказала когда судили Даниэля Исинявского то читали их произведения как хотели как хотели так и читали так что я надеюсь что мы этот миф как-то разбили с вами представили себе что письменный текст и устная традиция они связаны безусловно но по большому счету они движутся передвигаются параллельно теперь для того чтобы ответить на ваш вопрос то нужно говорить о нужно говорить о следующей эпохе эпохе после эпохе после Талмуда после Талмуда появляется появляется понятие посек человек который утверждает Галаху понятно что с Талмудом очень трудно очень трудно справиться ты не можешь взять Талмуд сейчас посмотреть так 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 вот здесь Раби Акиба сказал так и Галахапа Раби Акиба правило очень простое но практически не получается для того чтобы понять Галаху ее границы и так далее нужно представлять себе весь Талмуд целиком Рамбам и Манит хотел как бы избавить людей от изучения Талмуда и дать им выписать просто Галаху по тем же правилам которым он знал и которые он приводит в обедение Мишнева хотел просто все споры переписать в ясном виде решив уже не получилось и возникает такое понятие после человек который который устанавливает Галаху Галаху исходя из того что написано в Талмуде и тут он применяет свои соображения приведу скажем и соображения бывают разные соображения то что называется есть такой термин свора то что я понимаю то что я подумал исходя из своего опыта большого и так далее вот то что я подумал есть пуским и есть современные авторитеты действительно авторитеты которые думают что они пуским и это большая большая проблема большая проблема то что они делают современный современный Галахой, исходя из своих соображений, это огромная проблема. Для того, чтобы скажем, да, я в общем-то готовил это как следующую тему, но если возник вопрос, давайте попробуем давайте попробуем представить себе такой пример. Вот в Талмуде у меня есть постановление относительно хануки, что ханукальную свечу ханукальные свечи следует зажигать с того времени, когда заходит солнце и до того времени с того времени, когда заходит солнце и до того времени, когда, как сказано, кончается нога разносящих, продающих двора, продающих дрова. Продающие дрова уходят последние с рынка и вот когда они уже уходят, тогда заканчивается время зажигания свечи. Гемара спрашивает и говорит, что Гемара спрашивает и говорит, что же тут у меня получается, да. Здесь два момента задается, говорит сама Гемара, да, и говорит, что с одной стороны задается момент от какого времени до какого времени, а с другой стороны, то есть можно исполнить заповедь, да, от захода солнца до того, как последние уходят с рынка, продавцы дров уходят с рынка, это можно зажать свечу и исполнить заповедь. С другой стороны, задается время, сколько свеча должна гореть, вот она должна гореть такое время, которое проходит от захода солнца до того, как рынок пустеет совершенно. Скажем, 20 минут примерно, скажем, да, как мы можем представить себе, это то, с чем оставила нас Гемара, да, теперь, да, здесь как раз есть как раз тот случай, когда нету спора между мудрецами, вот у нас есть постановление. Теперь посмотрите, что происходит. У нас в последующих поколениях возникает спор, что значит заход солнца. Он касается нескольких моментов, да, возникает между пуским, я уж не буду говорить, кто, как идет, чтобы вас не запутать, как Вильнюсский Гаон, как Патам Макен Абрам, есть два, есть два мнения. Одно время, что это начало захода солнца, когда диск солнца коснулся земли, а другое мнение, что это конец захода солнца, когда выходят звезды, то есть пропадает свет солнца совершенно. да, вот, это как бы два мнения. Теперь из-за этого существует два расхождения, с какого времени зажигать хануканую свечу. Одни зажигают с того момента, когда солнце начинает заходить, а другое с того момента, когда солнце уже зашло полностью, то есть выход из звезд. есть в этих спорах есть аргументы и соображения, как бы, да, вот, например, Таратмима, он на комментарии на Шуха, не Таратмима, не Таратмима, не Таратмима, не Мишна Брура, Мишна Брура, а комментарии на Шуха на Руху он пишет из логических соображений, ну, как же можно зажечь, пока еще светло, солнце только зашло, свет еще остался, это говорит, как, как все равно, как зажигать свечу днем, свечу можно зажечь, только когда уже темно, когда солнце, когда вышли звезды, да, это его соображение, сфор остался нерешенным, да, мы просто наша задача посмотреть, как бы, да, что происходит дальше за Талмудом, остается, как бы, окна открытые, которые каждый ставит им границы, исходя из своих соображений, дальше, как бы, хуже того, я бы сказал, приходит Рош, один из авторитетов, на которых основывается Шухан Руху, и он говорит, что в наше время когда мы живем, в наше время люди не ходят вот так вот с рынка на рынок, чтобы к концу дня опустел рынок, он живет где-то в Европе, уже другие совершенно там порядки-распорядки дня, и он говорит, да, что поскольку люди не уходят с рынка, а моя задача оповестить о чуде, да, моя задача оповестить о чуде, то зажечь можно до тех пор, пока кто-то из домашних не спит, то есть я не на улицу оповещаю о чуде, а оповещаю о чуде дома, пока кто-то из домашних не спит, я оповещаю о чуде, приходит морал, да, приходит морал, может быть немножко сложно, но на мой взгляд очень важно, если уж у нас пошел серьезный разговор, приходит морал, он в общем-то не считается пуссек, он больше философ такой, но тем не менее у него есть, понятно, что у него есть галактические соображения, и он говорит, как бы, да, грубо говоря, он говорит, как так можно, как так можно, разве можно, подходя к заповеди, исходить из рациональных соображений, люди сегодня ложатся позже, люди не ходят с рынка, поэтому мы будем делать так, он говорит, глядя на заповедь, можно исходить только из духовных соображений, а духовное соображение таково, что у каждой заповеди есть свой рисунок духовник, и заповедь Хануки рассказывает о том, что можно и нужно зажечь свет для того, чтобы прогнать темноту, но это можно сделать только в начале темноты, и поэтому мудрецы указали, что вот от захода солнца, да, и еще немножко, когда люди перестанут ходить с рынка, можно зажечь свечу, они нам сказали, что только в начале темноты, когда как бы ночь уже вошла в свою силу, ты ее не прогонишь, да, то есть мы понимаем, что есть, что остались окна неопределенные, приходят по ским, тот период, который после Талмуда, я сейчас не беру всю хронологию, чтобы меня не ловили на слове, да, и они пользуются тем, что называется собора, они эти окна решают из своих соображений, один говорит, условия изменились, поэтому и на вещи нужно посмотреть немножко по-другому, другой говорит, да, никакие внешние аспекты не имеют значения, речь идет о духовном рисунке, поэтому что ты будешь менять, и скажем, да, и мы живем, скажем, да, вот с этими окнами и спорами, мы живем как-то и передвигаемся и, слава Богу, мы сохраняем закон, да, и опираемся на тех людей, на те авторитеты, которые очень хорошо себе представляли Талмуд и могли вывести законы Талмуда так или иначе на основе тех же иных соображений, дальше уже каждый выбирает то, что ему больше подходит, больше нравится, мне, естественно, больше устраивается отношение с духовной стороной, не с, для этого и даны заповеди, для этого они, как бы, и существуют, вот, но это то, что, как бы, существует дальше за, за пределами, за пределами Талмуда, да, другая совсем история, это история нашего времени, когда появляются люди, как сказал Гелель, которые недостаточно учились, явно недостаточно учились, они носят травинское звание, и они запускают такие вещи, исходя из своих соображений, что уши просто вянуты, это не рожь, это не меморал, который знали весь Талмуд вдоль и попереку, провели над ним всю жизнь, это проблема, это проблема нашего времени, это проблема нашего времени, и можем как-нибудь дальше постараться эти моменты, моменты с вами разобрать, но скажем, это то, что хотелось бы представить себе, можем поговорить немножко о еще немножко поговорить о периоде о Скин, о периоде тех, кто устанавливает закон, исходя из Талмуда, как бы зная его вдоль и поперек, и затем мне хотелось бы вернуться немножко к Тори и ту тему, которую мы оставили, потому что мне оказалось, что мы немножко как бы застряли на ней, посмотреть моральный закон Торы, мы уже с ним соотносились, и представить себе, что человек не может изобрести моральный закон, не может изобрести из моральной закона из своей головы, как бы, моральный закон может быть только божественный, настоящая милость и настоящая справедливость, они могут вытекать только из божественного источника, потому что человек не в состоянии, он не обязательно запутается. Вот я бы хотел к этой теме в принципе вернуться. Есть что-то, что еще хотел спросить? А рамки есть более-менее четкие, хронологические? Вот там, допустим, период Талмуда закончился, период после кем закончился. Да, 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 да. Есть рамки хронологические, может быть, об этом тоже нужно говорить отдельно, примерно это так. Вавилонский Талмуд, Вавилонский Талмуд, окончание Вавилонского Талмуда, это опять же, чтобы не упираться, вот так вот, и чтобы меня не ловили на слове, но примерно это 517-й год. Наши книги, если так можно сказать, они очень сильно связаны с историей, с историческими моментами. Вавилон, как мы представляем с вами себе, это Персия, и в Персии были в основном, большую часть времени, в Персии были очень хорошие условия для работы, для работы мудрецов. Можем представить себе, что вот мы начали опять же говорить о Раф и Шмуэле, начале Талмуда, Вавилонского, они учатся у Рафи, у Рафи и у Данаси, и возвращаются в Персию, потому что там прекрасные условия для работы. Раф организуется, как бы, процесс, из которого вырастает, есть, так можно сказать, Вавилонский Талмуд. Мудрецы собираются два раза в год, на месяц, это те месяцы, когда сельское хозяйство как бы простаивает, стоит, и большое число мудрецов собирается, они обсуждают закон, выясняют закон, отмениваются, кто что помнит от своих учителей, что-то друг другу доказывает, таким образом рождается Вавилонский Талмуд или процесс создания Вавилонского Талмуда, который продолжается где-то от 220 года до 517 года. В 517 году отношения с Персией портятся, в Персии есть все время то, что называется Экзиларх или Рейш Галута на арамейском, глава изгнания, который является важной должностью при Персидских царях. В 517 году возникает восстание Марзутра, его возглавляет Экзиларх, Марзутра, а восстание заканчивается поражением. Это точка, 517 год, Марзутра распяли на мосту в городе Махоза, и с этого момента заканчивается Вавилонский Талмуд. Все, дальше, скажем, его такая уже редакция, после редакции, и тот текст, те свитки, которые у нас есть в Вавилонского Талмуда, они уже не дополняются. Есть еще, тут трудно говорить о всех подробностях, там есть еще эпоха Сабараев и так далее, но это не так важно сейчас. Вавилонский Талмуд заканчивается в 517 году. Иерусалимский Талмуд заканчивается раньше, где-то в 324 году примерно. Это связано с установлением жесткой власти и жесткого порядка христиан, византии в земле Израиля. Поскольку Вавилонский Талмуд больше разработан, то такое правило, что его мнение в общем-то является более предпочтительным. И Иерусалимский Талмуд также используется для выведения Галахи. В некоторых случаях очень активно. Но в принципе Вавилонский Талмуд считается более разработанным и на него опираются в первую очередь. Дальше целая история. Скажем, есть авторитеты, которые разделом таким как бы водоразделом является Раши. 1040 год родился в 1040 году где-то. Это Раши 11 век. Те, кто были до него работы, которые были до него в основном комментарии на Талмуд, они называются решением. Первые как бы из пуским, первые из устанавливающих закон. после Раши вызываются Хараним. Те, кто последний как бы устанавливающий закон. Вот Раши идет целая плеяда, пуским его внуки у Раши не было установили, у него были дочери, значит, у него и его внуки, пуским и так далее. И доходит вот эта эпоха Хараним последних и работ Хараним доходит до наших дней. Но наши дни это как бы особый случай и требует отдельного разговора, который я боюсь даже начинать, потому что вы не подумали здесь ничего такого. Проблема, глобальная проблема наших дней, что понятно, что не требуется никакой переделки Торы, никакого реформизма, но требуется посмотреть глазами эпохи, в общем-то, то, что всегда делали. А в наше время так получилось, что все, что накопили в Галуте, все методы изучения Торы, все методы определения Галахи, которые были в Галуте, они перенеслись в Израиль, и настоящей такой Торы Израиля, ее, к сожалению, не возникло, но до сих пор. Можем об этом поговорить и так далее. Это проблема. Что-то хочется еще спросить. Да, это наметки, может быть, мы с вами более подробно посмотрим эпоху Пусхим, кто есть из Пусхима, из устанавливающих закон, как это доходит до нашего времени, не обещаю, но постараюсь для вас это как бы приготовить. Там есть вопрос. Да, пожалуйста, пожалуйста. Попрос подождать. Я Ульпанил в Кахава-Шахар, это на Дарданской долине, Ульпанала вкончал там, и там гора примерно на уровне Иерушалайма, так с вавилонского времени была традиция передавать огонь, отлично, огонь из Вавилона в Иерушалай, через эту гору, через Иерусалим и так далее, цепи. Когда это было решение согласовано, между прочим? Чтобы единство праздника было у евреев и в Галуте, и дома? Смотрите, это вопрос такой частный, который требует исследования, в принципе, он описан прямо в Мишне, в трактате Рожи Шана, передавали в общем-то, передавали в общем-то не из Галута в Иерусалим, что не имеет смысла, а из Иерусалима в Бавилон, передавали при помощи системы огней сначала, потом, когда появились у нас враги и противники, которые хотели нас специально сбить, то стали посылать посыльных. Потому что подавали ложные сигналы. Я вижу от Олега здесь вопрос. Приоритет мнения мудрецов может быть в каких-то конкретных случаях со временем пересмотрен. Не думаю, не думаю, что он может быть пересмотрен, как бы это не видится, хотя, хотя, скажем, в такой книге, как Зор Хадаш, фактически Зор, добавление к Зору, часть Зора, там говорится, что в наше время Галаха как Гилель, а в будущем Галаха будет по школе Шамая. И я не вижу, как бы вот, если взять бинокль и посмотреть куда-то вперед, я не вижу, как это все должно произойти. Для меня это больше посылка, которая позволяет что-то понять, что такое школа Гилеля, как она работает и что такое школа Шамая. Но увидеть, каким образом будет пересмотрен Галаха, я не знаю. Теоретически может быть так. Но представить себе, как это может произойти, мне трудно сказать. Опять же, я далеко не все понимаю и не все представляю, но мне представляется, что главная проблема это не в том, чтобы поменять Галаху и делать не так, а вот так. Какой смысл менять ее делать не так, а вот так. Если ты не понимаешь, все равно, что ты делаешь. Это главная наша задача это понять смысл для себя и для других. Мы понимаем, что у нас большая часть народа гуляет и совершенно никаким образом не связана с Торой. Если у нас есть хоть какие-то надежды кого-то приобщить к Торе ради всего народа и ради его собственного блага, то мы должны говорить о смысле вещей и вскрывать смысл. А не то, что скажем у нас есть четыре нити по четыре нити на сацит по велелю и три нити по шамаю. Давайте делать по шамаю. Ура! Давайте! Сейчас мы будем делать по шамаю. Какой смысл? Смысл только в том, чтобы понять смысл. Осмыслить. Это изменит нас самих, изменит нашу жизнь, изменит отношение к Торе. И вообще мне кажется, что уважающий себя человек, он всегда должен попытаться как-то соприкоснуться со смыслом. Если даже это очень трудно, если даже этот смысл оказывается недостижимым, то сама попытка приоткрыть смысл, она крайне-крайне важна. это касается и Галахи, это касается и наших текстов, наших текстов, пророков, и Торы, и пророков, и Талмуда. Здесь нужно работать над смыслом. Окей. Это то, что можно сказать по поводу замены Галахи. Первое, мне не видится, как это может быть сделано. А второе, если что-то менять, то надо знать, что ты делаешь, почему ты так делаешь. На сегодняшний день это представляется совершенно невероятно, потому что я не знаю ни одного человека, который ответит нам, в чем смысл школы Шамая, то, что она говорит, что должно быть четыре нити на четыре нити на цицит у школы Гелеля, а школа Шамая говорит, что три. Я таких людей не знаю просто. Так какой нам смысл менять одно на другое? Окей. Ладно. Хорошо. Значит, есть что-то еще, что хочется спросить? Или мы, как говорили, будем подводить черту? Окей. Я очень надеюсь, что это практически нам полезно. Я учту вопрос Ефима относительно семи законов новых, и, может быть, мы возьмем их в качестве примера, как они записаны в Талмуде, и как к ним можем сегодня относиться. Окей. Хорошо. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо большое. Тексты я постараюсь переслать через Натана. Вы сможете посмотреть их сами. И так далее. Уже жду следующей встречи. Всем больших успехов. Всего доброго. Спасибо. Розеев. Спасибо. Розеев. 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 Продолжение следует...